Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет беседу о послании святого апостола Павла к Филимону. Это послание требует определенного предисловия, чтобы нам было понятно, о чем речь идет. Филимон — это богополучный, достаточно богатый христианин, в доме которого христиане собирались, и у этого Филимона есть раб Анисим. И Анисим убежал от своего господина, убежал от Филимона, и, хуже того, он его при этом обворовал. И Анисим прибежал к апостолу Павлу для того, чтобы искать его помощи. И вот святой апостол Павел оказывается в таком достаточно трудном пастырском положении, когда он должен как-то реагировать на эту ситуацию. И тут существует определенный конфликт интересов. Есть Филимон, который является другом Павла, есть Анисим, который, его беглый раб, ищет у Павла помощи. И вот как апостол Павел на эту ситуацию реагирует. Павел, узник Иисуса Христа и Тимофей брат, Филимону возлюбленному и сотруднику нашему, Апфии, сестре возлюбленной, и Архипус, подвижнику нашему и домашней Твоей церкви. Бог отдать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о Тебе в молитвах моих, слыша о Твоей любви и вере, которую Ты имеешь Господу Иисусу Христу и ко всем святым, дабы общение веры Твоей оказалось деятельным в познании всякого у Вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что Тобою, брат, успокоены сердца святых». С чего начинает апостол Павел, обращаясь к Филимону? Он высказывает ему целый ряд похвал. Он говорит «Филимону возлюбленному и сотруднику нашему». То есть он рассматривает Филимона как своего возлюбленного сотрудника, как того, кто с ним вместе делает общее дело. «Домашней Твоей церкви, то есть всем христианам, которые собираются у него в доме, благодать Вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». И далее он говорит «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о Тебе в молитвах моих, слыша о Твоей любви и вере, которую Ты имеешь Господу Иисусу и ко всем святым». Он отвечает деятельную любовь Филимона к Господу, которая проявляется в любви ко всем святым, то есть ко всем христианам. Слово «святые» у апостола Павла в Библии вообще просто обозначает христиан, не канонизированных святых, как у нас сейчас. «Дабы общение веры Твоей оказалось деятельным в познании всякого воздобра во Христе Иисусе, ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что Тобой, брату, спокойны сердца святых». Апостол очень хвалит Филимона. И он начинает с того, что он высказывает похвалы и задает этим высокую планку. Часто мы боимся хвалить других людей, мы боимся, что их это как-то испортит, что это, может быть, будет неправильно понято. Но вот апостол хвалит Филимона, и, что важно, он хвалит его не за какие-то выдуманные достоинства. Он находит в нем то, что на самом деле в нем есть, и он старается его за это похвалить. «Мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей». То есть не просто Филимон обладает какими-то похвальными качествами, это очень радует апостола Павла. Им успокоены сердца святых. И далее он переходит к своей просьбе, как он собирается реагировать на бегство Анисима. «Посему, имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно. По любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел Старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого я родил в узах». Апостол обладает всей властью, всем могуществом. Он обладает высочайшим статусом, он апостол Иисуса Христа. Но он начинает свое письмо, и он не подчеркивает этот момент, он говорит «я узник Иисуса Христа». Он сознательно себя ставит в такую определенным образом уничиженную позицию для того, чтобы обратиться к Филимону не свысока. «Я апостол, я тебе приказываю, делай, что я говорю, я тут апостол Христов». А он говорит «я узник Христов, я обращаюсь к тебе из тюрьмы, обращаюсь к твоей любви. Я обращаюсь к твоей собственной любви и добродетели. Я исхожу не из своей власти, я исхожу из твоей любви и добродетели, обращаюсь к тебе с такой смиренной просьбой. По любви лучше прошу никто иной, как я, Павел Старец, теперь узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих». То есть речь идет о том, что Анисим пережил обращение в ходе общения с апостолом Павлом. В этом отношении апостол его родил в узах. И он говорит «он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне». То есть он был некогда негодным рабом в том плане, что он был вором. Он вор и, возможно, опасаясь, что его воровство вскроется, он убежал. Возможно, он замыслил побег и при этом совершил воровство. Мы точно не знаем. Но факт тот, что он не был верным рабом своему господину. И он был негоден, был ненадежен, на него нельзя было полагаться. А теперь он переменился. Теперь он годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. То есть он увещевает Филимона простить и принять этого беглого раба Анисима. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за богоествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Опять-таки мы видим, как осторожно апостол относится к своей апостольской власти. Да, он имеет власть приказать просто, и он мог бы его удержать, Филимона, при себе, для того, чтобы Филимон исполнял его поручение, ему служил. Но апостол не хочет совершить никакой несправедливости по отношению к Филимону, и он Анисима не хочет удерживать без согласия его хозяина. Чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. И вот очень важно, что апостол здесь избегает давления. Он хочет, чтобы Филимон действовал добровольно. Он не заставляет, он не говорит, ну хорошо, там был твой слуга, а теперь будет мой. Я апостол апостол, я занимаюсь таким важным делом, как боговествую народом. Я спасаю человеческие души. Я могу, имея полное право, вот раба, который от тебя убежал, у себя оставить. Но апостол говорит, без твоего согласия не буду этого делать. Мы видим, как он проявляет большую деликатность в отношении Филимона в этой ситуации. И далее он говорит, ибо может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба. Брата возлюбленного, особенно мне, тем более тебе, по поте и в Господе. Происует удивительная, неожиданная вещь. Имеет место конфликт, очевидный конфликт, между господином и слугой. Слуга обворовал господина и убежал. И он, видя, что он в большой находится опасности, его могут поймать, наказать, он прибегает к Павлу искать его помощи. И что делает апостол? Он не принимает ту или другую сторону. Наверняка у Анисима есть объяснение, почему он убежал. Наверняка у него есть какие-то претензии есть к хозяину, к Филимону. Наверняка он чем-то недоволен был. И наверняка чем-то он мог, какие-то упреки он высказывал своему хозяину. У Филимона, с его стороны, тоже могут быть претензии. Ну как же, у него слуга убежал и его обворовал. И каждый из них, наверное, хочет, чтобы апостол встал на его сторону. Но апостол не становится на чью-то сторону. Апостол занимается примирением враждующих. Ну, не враждующих людей, между которыми существует конфликт. Он показывает этим пример того, как христиане должны реагировать на ситуацию конфликта. Когда каждая из сторон ищет у нас поддержки. И апостол говорит, прими его уже не как раба, но выше раба, как брата возлюбленного, особенно мне, тем более тебе, по поте и в Господе. Христианство не потребовало немедленной отмены рабства. Но оно подорвало его изнутри. Теперь говорит, что теперь вот твой раб уже возлюбленный брат тебе в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня. Апостол говорит, что нужно принять этого беглого раба, как меня. Но вообще говоря, если беглый раб, который обворовал своего хозяина, он попадался, лево-обратно приводили, естественно, в обычном рабоводельческом хозяйстве, его ничего не ожидало, кроме сурового наказания. Но апостол говорит, нет, прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукой, я заплачу, не говоря уже тебе о том, что ты самим собой мне должен. То есть деньги украдены, какие-то средства украдены Филимоном, который он оставался должен, Павел готов возместить даже и за свой счет. Хотя он и говорит, что ты самим собой мне должен. То есть я привел тебя к Христу, благодаря мне ты являешься наследником вечного спасения, поэтому ты мне самим собой должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеясь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. То есть апостол надеется, что он выйдет из Уз и посетит дом Филимона. И далее пишет приветствие от христиан, которые с ним находятся. «Приветствую тебя Епофрас, узник вместе со мной ради Христа Иисуса, Марк, Ристарх, Дима, Слука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим. Аминь». И мы видим, как здесь апостол ссылается и на эту группу людей, которые с ним. Действия Филимона, которые он совершит по отношению к беглому рабу, они происходят как бы на глазах у всех, на глазах у всей церкви. И апостол призывает Филимона принять этого беглого слугу, этого вора, который его обворовал, и полностью его простить. И принять его даже в более высоком статусе, чем который был у него раньше. Раньше он был просто слуга, а теперь Филимон должен принять его как брата. Это может быть, конечно, большим затруднением, по крайней мере, по двум причинам. Между Филимоном и Анисимом существует пропасть, как такая классовая. Один из них рабоводелец, другой раб. И существует обида. С точки зрения Филимона Анисим, это обворовавший его слуга. И наверняка у Анисима есть какие-то претензии, раз он на это воровство и побег пошел. Но апостол призывает их ради Господа восстановить отношения. Раз Христос примирился с вами, раз Бог вас принял в Иисусе Христе, вы также должны друг друга принять. И он завершает словами «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим. Аминь». И это не просто такое формальное завершение, это напоминание о благодати. Что Бог вас принял в общение с собой и сделал это из чистой милости. Бог не стал взыскивать с вас за ваши грехи и преступления, и вы должны по отношению друг к другу поступать так же. Это была беседа о послании к Филимону, которую представляет библейский портал «Экзегет.ру». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова